Мало ненависти украинцев к россиянам, мало стравливают два народа, надо еще подбросить дровишек. Подбросим дровишек. Самое интересное, что вот это вот телеканал, который принадлежит оппозиционному блоку. Если такая в Украине оппозиция, вы представляете какая власть? Какие СМИ, которые принадлежат не оппозиции? В принципе, оппозиции в Украине нет вообще. В Украине также нет оппозиционных изданий. Вообще, ни в одном издании украинском вы не услышите альтернативную точку зрения. Есть линия партии. Остальное вы нигде не найдете. В Украине нет дождя, в Украине нет новой газеты и эхо Москвы. Нет, в принципе, нету. Просто и никогда уже, наверное, не будет. Новость на сайте подробностей. На сайте подробностей, которые принадлежат телеканалу Интер, который принадлежит оппозиционному блоку в Украине. Российскую журналистку обломали украинским флагом. Резко осадили во время боксерского поединка. Журналистка пыталась снять сюжет о том, как болеют зрители в зале, размахивают флагами, поют Россию. Тра-та-та. Произошел казус во время боя Владимира Кличко с Александром Поветкиным в Москве. Раптовый ныжданчик. Журношлюшцы с парашей. Так называется видео, которое поставило вот этот вот уважаемый сайт. Смотрим. Сыня священная наша держава. Россия, мгновенная наша страна. Все, видео оборвано. Внезапно журналистка наткнулась на Украинку. Реакция журналистки из России была незабываемой. Вы увидели какую-то реакцию? Я не особо увидел. Перейдем на оригинал этого видео. Животное поставило его 27 июня. Девочка молодец, вообще супер. Путин ху. Все как надо. Пока что подхватили немногие. Ну вот, к примеру, вонючки, которые выдают себя за белорусские СМИ. Вот, в стиле Харте 97 подхватили это дерьмо. Но на Ютубе просмотров достаточно. Ну как для украинского сегмента, там 50 тысяч просмотров. Давайте посмотрим оригинал. На самом деле это вечерний урган, залито 2014 года. На самом деле произошло это все до Майданов. И до того, как все стали больными на голову. Потому что бой с Поветкиным произошел 5 октября 2013 года. Смотрим оригинал. Вот почему было обрезано видео. И люди приходят, радуются и пишут там маты, маты. Ну по обыкновению там, Путин такой, этот такой. Аж в истерике бьются от счастья. И вот мне интересно, когда я этих людей называю, ну мягко говоря, там приматами, да? Или как-то по-другому. Они обижаются. Или они не понимают вообще, о чем я говорю. И как бы они просто пребывают в сомнобулическом сне. И постоянно матерятся. Или, ну я не могу понять, а на что они обижаются, когда я их называю так? Ну вот на что? Есть на что обижаться? Убиться!